Сможете за 20 минут отвезти меня в аэропорт? За 20 минут я и буду работать успею доесть. Вперед! Такой вид перевозки граждан, как такси, имеет многолетнюю историю. В любое время суток водители готовы им примчаться на вызов, создавая комфортные условия для жителей и гостей города. Сегодня Международная служба такси празднует свою 111-ю годовщину. Эта служба и опасна, и трудна. Например, нужно вовремя доставить пассажиров на свидание. При этом соблюдая весь его правил дорожного движения. Или же успеть на вокзал, пока не уехал поезд. А может быть понадобится в урочном мчаться в роддом. Водитель такси должен быть не только аккуратным и внимательным, но и очень быстрым. Кто самый быстрый из таксистов города, проверили на гоночной трассе Картхола. Скорость всегда была главной отличительной чертой такси еще при его зарождении. Именно быстроту передвижения и символизируют знаменитые шашечки на автомобиле. По ним и по известному желтому цвету и определяют автомобиль такси. Ни на что не влияет ни цвет, ни вот эти все вещи ни на что не влияют. Другое дело, что опознавательные знаки, они установлены законом. Цветографическая схема, фонарь такси должны быть обязательно установлены. Внутри автомобиля на панели справа от водителя должна быть табличка с наименованием организации, фотография водителя, фамилии мочистого водителя и координаты контролирующего органа. Профессия таксиста может быть и интересной и опасной одновременно. Никогда не знаешь, кто сядет к тебе в машину сегодня. Историй у наших водителей множество. Самыми интересными моментами они поделились с нами. Принял вызов, приехал к людям, они очень спешили, говорили, что уже неоднократно вызывают такси, не можем уехать. В общем, опаздывали. Ну и за всех сил постарался их доставить, конечно, вовремя в аэропорт. Они были рады, благодарили меня. Вот так вот неосознанно водители такси становятся участниками чьих-то судеб. Ирина по образованию юрист, однако сердце ее принадлежит автомобилю. Девушка-таксист каждый день удивляет горожан своей профессией. Но ее это нисколько не смущает. Самые любимые пассажиры Ирины – дети. Детей очень много возишь в поликлиники, в гости к бабушкам. И они всегда так мило садятся и спрашивают, а как тебя зовут, а сколько тебе лет? И потом, когда уходят, говорят, я еще буду садиться. Еще у меня есть один мальчик постоянный, то есть попадается очень часто мне. И вот он садится, говорит, бежит прям от подъезда и говорит, я так вас долго ждал. И садится, и все, разговаривает, разговаривает, то есть все это очень мило. Не знаю, я люблю возить детей, у меня как бы самой ребенок. В сфере легкового такси в области действуют 40 юридических лиц, 167 индивидуальных предпринимателей и работают тысячи людей. Поэтому решение о том, что водители такси заслуживают отдельного внимания и благодарности, было принято единогласно. Небольшие гонки и соревнования – подарок для таксистов города. Таксист – это не гонщик. Таксист, у него много критерий, которые должен встретить пассажира, помочь, разместить багаж, правильно отреагировать, если пассажир с ребенком. Вот эти условия, критерии мы сейчас все разрабатываем, чтобы в этом году уже провести конкурс на настоящих автомобилях. Конкурс водителей такси планируется в конце лета на открытой площадке. Уже там сегодняшние гонщики смогут полностью проявить свои профессиональные навыки и продемонстрировать реальную работу. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.